Работа отрасли здравоохранения находится на особом контроле главы района. Строятся и ремонтируются ФАПы в поселениях, проводятся капитальные ремонты медицинских учреждений, приобретается новое оборудование. Совсем скоро завершится капитальный ремонт инфекционного отделения районной больницы. На этой неделе с рабочим визитом в отделении побывал Роман Синеговский. Подробности в первом материале выпуска. Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ведется в течение двух лет. За это время был выполнен большой объем работ. От замены инженерных сетей и вентиляционной системы до обустройства лечебных палат и процедурных кабинетов. Отделение стало не просто комфортным для пребывания больных, но и самое главное – максимально приспособленным для профессиональной медицинской помощи на высоком уровне. На сегодняшний день здание отремонтировано на 70%. Недавно за счет средств местного бюджета в отделение приобрели новую мебель – шкафы для хранения медикаментов в тумбочке, кровати, матрасы. Общая сумма затрат составила свыше 400 тысяч рублей. До полного завершения капитального ремонта предстоит еще отремонтировать два приемных бокса – кабинет заведующей и гардероб пациентов. Также необходимо докупить сплит-системы. Много сделано, тяжело это все давалось, но наша задача – доделать. То, что там вначале мы видели, на 2,900 выполнить. И то, что задачу мы ставим – жалюзи, кондиционеры, что еще получается. Вот эта всякая инвентарь, матрасы. Мы как-то постарались в этом году и свои деньги, и, может, не бюджетные какие-то средства, а где-то еще с администрацией чем-то поможем, чтобы мы эти все задачи, вопросы закрыли. Общая стоимость работ составила свыше 7 миллионов рублей. Большую помощь в проведении ремонта местной власти оказывали предприятия малого и среднего бизнеса. Как отмечает заведующая инфекционным отделением Галина Чупрова, в отделении не проводился ремонт порядка 30 лет. По сравнению с тем, что было, сегодня условия для пациентов идеальные. А это один из главных факторов, который, по мнению заведующей, будет положительно сказываться на здоровье людей, попавших в отделение. Попадать в больницу – это всегда для больного стресс. Но если он попадает в хорошие условия, в бытовые, когда в каждом боксе, в каждом полубоксе есть ванная, туалет, у него есть тумбочка, шкаф есть. Как бы это все нивелируется, эта стрессовая ситуация. И, во-первых, это не так болезненно воспринимается и быстрее выздоравливают пациенты. Все-таки положительные эмоции – это тоже очень важно для выздоровления пациента. На этом местные власти останавливаться не собираются. В планах в ближайшее время приступить к капитальному ремонту детской поликлиники. Как отмечает Роман Сенеговский, необходимо всегда вести работу по совершенствованию отрасли здравоохранения. Ведь славянцы должны получать качественную и доступную медицинскую помощь.